Всем доброго времени суток! С вами Важный Кот! И это обзор на продукцию компании Технолог. Как уже все поняли, обзор на настольные игры серии ZOT. Обзор на эту линейку я, скорее всего, поделю на несколько частей, потому что если всё делать в одном обзоре, то это будет довольно длинное видео. Поэтому начну я в хронологическом порядке с тех наборов, которые появились первыми. А первыми появились как раз-таки вот эти большие наборы операции «Опасный рейд», «Ответный ход» и «Внезапный удар». Появились они в 2008 году одновременно с серией CastleCraft. И представляют из себя вот такие вот большие коробки, внушают своим внешним видом. Это просто шикарная коробочка, выполненная в таком пошорканном металле, красочная, очень привлекает, просто взгляд притягивает. Ну, немножечко об истории вот этой серии ZOT. Она появилась, как уже было сказано, в 2008 году, но её предшественники появились гораздо раньше. Игры из которых взяты миниатюры для ZOT. Во-первых, это серия SkyTech. К сожалению, ни одного набора серий SkyTech у меня нет, а их выходило порядка шести. И выпускались они где-то, ну, года до 2004. Тогда же впервые появился Мехбат, серия игр, где были использованы миниатюры вот этих роботов, которые пошли в ZOT впоследствии. И также миниатюры маленьких вот этих военных солдатиков. Откуда эти солдатики, я точно сказать не могу. У меня нет ни одной игры предыдущей от технологов, где бы они использовались. Если у кого-то есть, и тем более, если есть возможность сделать фотографии, то милости прошу в свою группу ВКонтакте, адрес которой я размещаю всегда в описании видео, и прошу выкладывать туда свои фотографии, свои сканы, правил от других игр технолога. Давайте приступим. На примере вот этого одного набора рассмотрим упаковку. Во-первых, указано, что это настольно-военно-тактическая игра с миниатюрами в мире боевых роботов. Четыре игровых миссии, 19 игровых фигурок и общий правило для всех игровых наборов входит в каждую коробочку. Возраст 10+, это уже что-то. Это, наверное, самая высокая возрастная планка у технолога. Естественно, логотип компании Технолог, красочный арт, непосредственная надпись, точнее, название набора. Операция «Опасный рейд». Простые правила. Легкая сборка и пластиковые руины. Знаменитые зодовские пластиковые руины. На нижней части изображено вот такая вот импровизированная перестрелочка между миниатюрами. Именно фотография здесь, миниатюры изображены. И комплектация набора. На боковой части реклама всех наборов. Каждый набор зод – это законченная игра. Но для масштабности и увлекательности можно объединить несколько наборов. Собери все три и играй в супер-битву. Ну, я так и поступлю. И другая боковая сторона. В наборе «Операция опасный рейд» вы найдете Ардерианцы, фракция О. И Зероны, фракция З. Вот у каждой фракции есть свой значок. И указано, какие боевые машины и какие еще персонажи выступают за какую фракцию. За Зеронов мы видим изображены четыре робота. А за Ардерианцев, помимо двух боевых роботов, десять солдат и боевая техника. И также конструктор городских руин. А теперь самое вкусное. Обратная сторона коробок технологов всегда радовала. Вот абсолютно всегда. Здесь более подробное описание того, что ждет нас в данном наборе. Это и боевые роботы, огромные шагающие танки, управляемые специально обученными пилотами, пехотинцы-космодесантники, конструктор Сити Руинс позволит создать самостоятельно руины, и медлительность тяжелых танков с лихвой окупается их прочностью и мощным оружием. Естественно, указание, что в комплект входят неокрашенные миниатюры, и при желании их можно раскрасить, что сборка производится без клея. Естественно, перечисление комплектации. Указан адрес технолога в нижнем левом углу. Ну, давайте посмотрим, что же в этой коробочке. Открывая коробочку, мы обнаруживаем, что на боковых сторонах, вот допустим на этой, указаны боевые единицы, боевые роботы, боевая техника, и небольшое описание. Вот он, робот Архон, робот Голиаф, Квант, противопехотная боевая машина, и Ликвидатор, тяжелый танк для борьбы с бронетехникой. Ну, соответственно, на другой стороне то же самое. Это боевой робот Голем, боевой штурмовой робот Доберман, легкий маневровый боевой робот Москит, Ящер, боевой робот класса ДС. У них еще есть какие-то классы. Опять же, описание, новейшие ракетометы и так далее, вооружение, что такое, какие плюсы-минусы, у каждого робота есть описание. Ну и про десант тоже не забыли, про него написано немножечко. Давайте смотреть же. Все-таки начнем, что же тут у нас есть. А здесь у нас есть. Я вот так отодвину в сторону и буду выкладывать. Вот сюда буду выкладывать, что у нас есть. Во-первых, это вот такие маркеры. Они нужны для того, чтобы на карточках не черкать, когда, допустим, боевая техника теряет единицу брони, а вот надеть на карточку вот такой трезубчик и попросту его передвигать, указывая, сколько брони осталось или жизней. Потому что такие маркеры используются не только в системе ЗОД. Это у нас малыши-пехотинцы в зеленом пластике. Как и было обещано, 10 штук. Вот такие вот фишки. Фишки-маркеры. Пока я не знаю, в какой роли они используются в данной игре. Это у нас литник с боевой техникой. Здесь у нас два танка и боевая машина специального назначения. Это у нас литник с роботом. Серый пластик это у нас Зероны. Зеленый пластик это у нас Ордырианцы. Литник с подставочками для роботов. Их всего у нас 6. И подставочек тоже 6. Это у нас вооружение для роботов Ордырианцев. Так, вот непосредственно тушки роботов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Литники с руинами. Вот их три штуки. Естественно, кубик. Так, это вот еще одна деталька от робота. Еще один кубик. Но это не обычный кубик. Вот это кубик шестигранный с циферками. А это кубик с символами. Вот видно, что здесь символ звездочка. Здесь стрелка. Какое-то вот еще непонятно, типа солнце, я не знаю, цветок. Три разных символа, о значении которых мы разберемся чуть позже. Естественно, инструкция по покраске. Здесь у нас схема сборки. На одной стороне схема сборки роботов и техники, а на другой стороне схема сборки укреплений. Оказывается, еще один кубик есть. Это у нас карточки. Карточки боевых роботов, карточки боевой техники. Они все вот расположены вот на такой вот штуке. Вот выпадают. Их просто можно вот так вот выдавливать. Раз и вытащил. Здесь даже указано, что это техлисты техники. Часть 1 и часть 2. Есть вот такие вот белые пустые. Можно что-нибудь нарисовать самому, если хочется. Это у нас поле игры. И выглядит оно вот таким вот. Это ландшафт какой-то там минимальный изображен. То есть отображены, где могут стоять руины. Или где когда-то стояли какие-то дома. Вот тут вот видно такие вот фундаменты, я бы сказал. Расчерчено оно на квадраты. И в самом верху есть логотип опасный рейд ЗОД. Вот он. Вот здесь вот. Видите, даже на самой карте местности указано название набора. А это у нас, я так понимаю, карточка пехотинцев. Напоминалка. Карточка-напоминалка. Дата выпуска апрель 2013. Вот это тоже относится к пехотинцам. Это у нас базовые правила игры. И миссии. Миссия с девятую по двенадцатую. Таким образом получается, что этот набор у нас не первый. Скорее всего, это третий набор. Да, этот набор получается под номером три. Значит, первые два это ответный ход и внезапный удар. Ну, ладно, давайте сейчас я все это дело сниму с литников. Итак, все фигурки собраны, все детальки срезаны с литников. И теперь можно приступить к рассмотрению. Начнем мы с техники ардерианцев. Боевой робот Архон. Универсального назначения. Вооружен двумя шестиствольными пушками. Одна из которых оснащена системой наведения. Тяжеловес. Вот такой вот боевой робот Архон. Следующий. Это у нас Голиаф. Боевой робот упреждающего удара. Также вооружен двумя шестиствольными пушками, которые работают синхронно с устройством теплового сканирования. Вот такой вот гигант. Квант. Противопехотная боевая машина, которая оснащена новейшим излучателем. Данная машинка стреляет по площади. То есть она идеальна для уничтожения пехоты. Танк-ликвидатор. Тяжелый танк для борьбы с бронетехникой противника. Особенно порадовало, что их вот два. И на каждом танке, на башне, есть номер один-два. Ну и кто еще на стороне арберианцев? Это крошечные космобойцы. Вот такие космопехотинцы, которые делятся на два типа. Это стрелки и ракетчики. Что, собственно, и отображается в их армлисте. Вот он их армлист. Один для всех воинов. Здесь указано, что ракетчики это именно вот такие вот ребята. С наплечным вооружением. Ну и, собственно, указано оружие, ресурс и значки, с которыми мы разберемся чуть-чуть позднее. Теперь посмотрим на технику зеронов. Во-первых, это робот-голем. Боевой робот класса ЦС. Без понятия, что это означает. Для уничтожения бронетехники противника. Оснащен мощной плазмопушкой, которая называется Тумитсу. Стреляет бронеразъедающими капсулами, нагретыми до критической температуры. Хотя по внешнему виду напоминает огнемет. Вот такой вот он Добермана. У него самый интересный рюкзачок. Он имеет кучу всего. Второй робот-доберман. Штурмовой робот класса СС. Вооружение. Разрядник направленного действия Каушито. Системой наведения, накачиваемым мощным ионным генератором Тобуси. И штурмовой манипулятор Дзен-О. Или Дзен-0. Я не знаю. Вообще, из названия оружия этих ребят возникает предположение, что зероны это некие потомки, выходцы из азиатского мира. То есть, что-то японо-китайское такое здесь прослеживается в названиях. Следующий. Ящер. Боевой робот класса ДС. Известный как истребитель роботов. Вооружен новейшим ракетометом Джонаро. Стреляет мощными бронебойными ракетами с головками самонаведения. Робот снабжен компонентами для боеголовок и самостоятельно, периодически может пополнять их запасы. Второе вооружение. Это его боевой манипулятор. Суи-Ко. И последний робот. Это Москит. Легкий маневренный боевой робот класса АС. Незаменим в разведке при проведении быстрых маневров. Вооружен пушкой Джиутан. Вот так она называется. С системой наведения. И легким манипулятором Тин Ко. Самый, наверное, маленький кулачок в этом наборе. Вот он такой малюсенький. Я не знаю, сможет ли он нанести им какой-то вред. Такие вот роботы у зеронов. Вся боевая техника в данном наборе оснащена своими армлистами, на котором мы видим. Во-первых, ресурс. Это прочность робота. С каждым повреждением бегунок, кстати, вот как они надеваются на армлист, сдвигается на необходимое число по уменьшению. То же самое боезапас. Если оружие в данной руке является каким-то огнестрельным, которое затрачивает снаряды, то каждый выстрел тоже уменьшает количество снарядов, количество боезапаса. Как мы видим, вот второе оружие – это манипулятор, боевая рука, то есть кулак. У неё нет ресурсов. Соответственно, пользоваться ей можно до самого конца игры. Также своими армлистами обладает и наземная боевая техника, такие как танки и всякие другие машинки. Вот и у них тоже есть свой ресурс и свой боезапас. Пехотинцы же, у них нет линии брони или ещё чего-то такого, они погибают сразу после того, как в них попадут. Ну а теперь поподробнее о конструкторе. Этот конструктор называется City Ruins и находится такой конструктор только в наборах серии Zod. Данный конструктор также был увеличен и используется в наборах серии бронепехота. Давайте попробуем собрать какую-нибудь крепость, ну не крепость, а руины в соответствии с инструкцией. Скрепляется всё это дело вот такими небольшими элементами, которые вставляются вот в эти выемки. Такой методикой и собираются крепости данного конструктора. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот приблизительно и выглядят эти укрепления на фоне пехотинцев, точнее пехотинца на фоне укрепления и боевой робот. Из остального оставшегося конструктора можно собрать точно такие же здания. Ну вот, в результате сборки практически генетичных одинаковых укреплений осталось некоторое количество скрепляющих элементов. И это правильно, потому что данные элементы это то, что ломается чаще всего в данном конструкторе. Однако данный конструктор собирается достаточно просто. Возможно, конечно, ребенку будет сложно, понадобится помощь родителей. Но все же сборка достаточно проста, легка, можно пересобирать, разбирать. А имея достаточно много такого конструктора, можно возвести просто невообразимые руины многоэтажных домов. И будет выглядеть просто шедеврально. Это, наверное, один из самых лучших конструкторов компании Технолог. Технолог.